Девушки отдыхают Как я уже говорила, в этой игре некоторые задачи мне просто взрывают мозг. Что мы только что сделали? Мы подобрали вот здесь вот монтировочку. Вот она. Монтировка лучший друг вора. Да. Вот. Или Гордерна Фримена, кстати говоря. Так, я так чуть-чуть там подчитала. Оказывается, вот пробка, которая нам нужна была, это вот он, пробковый материал, он у нас уже есть. Нам нужно добыть только померший фрукт, ну то есть испорченные продукты. Их можно добыть, я вообще-то так и предполагала, я чуть-чуть походила прежде, чем почитать, потыкалась в разные двери. Поняла, что у меня мозг взрывается и все-таки почитала. И действительно, просто так как у меня не было вот этого предмета, разговор с этим бомжиком не удался. Так, давай-ка мы сбросим тебя. В общем, сейчас попробуем еще раз. Я читала по диагонали, чтобы так совсем уж, может быть, получится. Смотри. Это... Конечно. Ага. Я пойду. Нет. Ага. Значит, что-то я не то, да, все-таки делала. Ну ладно, насчет кода. Как вы помните, у нас... О, господи. А, у нас есть код. Вот тут вот. Короче, в Теалексе. Я затупила, я невнимательно читала, так сказать. Там, когда карточку вставляешь, там показывают ежедневный код. Я помню, я так скользь посмотрела, так и забыла тут же практически. Может быть, у меня действительно от жары плавится мозг, потому что у нас сейчас плюс 35 градусов в тени, а из-за повышенной влажности можно вообще считать, что все 40. Так, ладно. Разъем для карты вставляем. Вот он, ежедневный код. Он каждый раз новый. В прошлый раз, когда я посмотрела, у меня было 8. Ну, то есть не для записи, вот когда я здесь бегала. Вот он, ежедневный код. И я так не обратила внимания. Смотрите, у нас здесь есть такая штука. Когда мы здесь читали... Ой, не туда. Новая система охраны. Смотрите. Я думала, что это просто такой код. Нифига. Оказывается, это 9, 1, 2, 3, 4. То есть это как бы просто нам показали. А девятка это именно ежедневный код. То есть чередовать надо. Вот, честно говоря, я бы до такого не додумалась. Я просто привыкла. Если показывают код, значит, вот он код. Что вот так вот чередовать, это вообще, мне кажется... Как-то они перемудрили. А вот с 2013 я угадала. А, вот видите, опять 8. Короче говоря, нужно сделать вот так. 8, 2, 8, 0, 8, 1, 8, 3. Так, 2013. А, и 8. Черт, код неправильный. Да ладно. Эм, подождите. 2013. Правильно? Правильно. Так, сейчас. Подождите. Вот, начала запись. Отлук-то. Подождите. Ну да, все правильно. Так, ладно. Сейчас еще раз попробуем. Вот я подглядела, говорю, в прохождении. Там действительно сказали, что 2013. Ладно, давайте еще раз. 2000. 0. Сейчас главное просто не ошибиться. О, вот, отлично. А теперь осталось сканирование глаза. Что делать с глазом, мы знаем. Нам нужно добыть просто что-то. Давайте будем делать вот так, потому что это невозможно. Так как здесь еще по сто раз нужно одно и то же место смотреть. Я так думаю, это того не стоит. Остальное сломано. Отлично. Все, значит здесь точно ничего нет. Уходим. Монтировка. Я так подозреваю кое, что. Сейчас мы это проверим. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, нет. Сейчас узнаем. Помните, у нас был люк за кафешкой, за нашей. Вот мы сейчас туда и отправимся. У нас теперь есть ломик. Давай, открывайся. О, приезжай. Отлично. Сейчас поедем, проверим. Вот, Ричард. Ой, давай ты сбросишься. Ой, все-таки вот мне вроде нравится эта игра. Действительно интересно, действительно интересный сюжет. Но елопало вот эти загадки. То нелогичные, то какие-то вообще мудреные. Может быть, я давно просто не играла в квест уже. Просто отвыкла от того, что потом... У меня сейчас нет времени... Подонок, а? А что делать-то тогда? Ладно, давайте-ка... Пойдем побалакаем. С чем-нибудь, с кем-нибудь. Ой, я даже не знаю. Ему снится. Ну да, вообще-то. Том. Ну, скажи нам. Нет, я ухожу просто... Подонок. Может быть, там помимо монтировки еще что-нибудь есть? Ой, извините. Блин, жарко, невозможно просто. Ужасно. Нужен охлаждать. Нужен охлаждать. У меня еще как назло. Окна на южную сторону выходят. То есть, представляете? Мне целыми днями окна просто занавешаны. Мне так-то, в принципе, больше нравится. Ну, блин, жарко, вообще кошмар. Так, ладно, подождите. Это у нас еще есть? Патировка из закаленной стали. Где же можно ее подковырнуть что-нибудь? Может, она нам на будущее? Я просто так говорю, мельком как-то прочитала. И я помню, что там нужно что-то подобрать. И чем-то поменяться с бомжиком. Ой, слушайте, а может быть, на него просто надо кликнуть вот этим предметом? Ну-ка, давайте-ка. Этот номер... Ясно. Лучше не надо. Печально. Так, подожди-ка. Ножик. Не знаю, что делать. Офига. Трата времени. Еще раз. А, подожди. Не знаю, что делать. Так, погоди. Не знаю. Лу... Нет, нет. Плохая идея. Плохая идея. Лу... Не знаю. Не знаю. Этот номер... Этот номер не пройдет. Я уже ничего не удивлюсь. Печально. Так, подождите. Это вообще что-то неадекватное начинается. Ну давай, давай, шагай. Нет. Не хочет. Ничего не хочет. Где же нам достать бнилые фрукты? Поделись едой. А иначе получишь камнем. О, смотрите-ка. Гальку... Офигеть. Мне бы хотелось кое-что обменять. Продолжай. Мы слушаем. У меня есть драгоценный камень. Драгоценный? Драгоценный, говоришь? И что ты за него хочешь? Вообще-то не знаю, но он мне не нужен. И может быть, ты дашь мне взамен что-нибудь полезное? Послушай, приятель. Мы оба знаем, что это всего лишь обычный камешек. Но с другой стороны он мне нравится. Я отдам его железяке. Он ему подойдет. Заткнись. Я пытаюсь заняться делом. Значит, это честный обмен. Ты отдашь мне камень, который тебе нужен, а я отдам тебе фруктовый соус, который мне не нравится. Фруктовый соус? Ты что, серьезно? Чертовски серьезно. Он немного не свежий. Он из слив. Таких на том рынке хоть отбавляй. Меня воротит от одного его вида. И приятного аппетита. О, пахнет отвратительно. Я не отравлюсь? Нет, друг. Просто он немного забродил. Как вы слышали, была ошибка в озвучке. То есть камень, который тебе нужен, а там было не нужен. Ну ладно, не важно. Не важно. Бывает. Ошибок с озвучкой в Dragon Age первым намного больше. Ладно, квартира профессора. Так, подожди. Вот, блин, было бы не на запись, я бы не так не тупила с этими штуками. Так, подождите, квартира вечер, да? Ага. Так, сбросьте, пожалуйста. Так, все, у нас теперь все есть. Нужно поговорить с Томом, отдать ему, чтобы он дал нам на Том. Ну, давай. Ага. Я ухожу. Постараюсь. Понятно. Нам все самостоятельно придется делать, да? Отлично. У меня есть все, что нужно для создания этанола. Так что этим я и займусь. Отлично. Теперь еще вот этим надо дать. А, нет, он сам по-моему делает. Банка из-под слив может пригодиться. Надо во что-то перелить. Ну вот, в банку. А сразу-то не мог это сделать, нет? Ну ладно. Похоже, процесс прошел правильно. Теперь нам нужно найти глаз и выковырять его предварительно из чего-то черепа. Боже мой, какая гадость. Что за игра? Том. Я не знаю, зачем я это делаю, но вдруг... А, нет. Я ухожу. Постараюсь. Ладно, может быть, ты нам... Ой. Нет, нифига. У нас есть... А где этанол? Мы его не взяли, что ли? Кто эту дивизию, а? Подожди. Ну-ка, забери. Придурок. Налеюсь, этанол хороший получился. Надежда умирает последней. Том, я собой горжусь. Это отличный этиловый спирт. Эй, бах валится некрасиво. Кроме того, этанол без глаза бесполезен. Верно. И я даже не знаю, где его искать. Попробую в морге или в секционной. В трущобах таких мест немного. Зависит от того, насколько важной шишкой был владелец глаза. Он жил в старом городе, в уютной квартире. Им довольно сильно интересовалось правительство. Тогда его наверняка отвезли бы в больницу в трущобах. Это последняя железнодорожная станция от города. Раньше это было правительственное здание. Но потом границы кварталов сместили. Оно слишком шикарное для трущоб. Что ж, проверю. Спасибо за информацию. Отлично. Мы теперь двигаем в больничку. Да. Ну, все-таки странные вот эти все задачки. То, что так громко-то вечно. Ну ладно, хоть громко. Грозы случаются здесь все чаще и чаще. Надеюсь, дождь не слишком кислот. Дождик, надо же. Итак, мы продолжаем. Я извиняюсь за перерыв. Так уж получилось, что меня тут отвлекли. Нужно было постирать. Так, собственно, когда сюда наш Ричард зашел, он что-то сказал. Но, к сожалению, вот именно в этот момент нас отвлекли. И пришлось отключить записи. Я сама не прочитала, и вы не прочитали. В общем, печаль. Но я не думаю, что он сказал что-то там серьезное, важное. Давайте прошманаем стол. У меня нет времени на чтение. Печально, еще раз. У меня нет. Потолок держится на честном слове, но на столе есть журналы. Прагматик. Гид для современного мужчины. Даже и не знал, что он еще издается. Хм. Информация. Агиография, урология, геомодия, что-то там. Ортопедия. Здесь нет ни морга, ни прозекторской. Конечно, кто бы стал это искать? Ведь тут нет посетителей. Угу. Давайте в терминал сходим, посмотрим. В терминал. Информационный терминал для посетителей. Ну и? Мне нужен глаз профессора. Здесь я попробую знать, куда положили его тело. Ну давай. Давайте сохранимся перед разговором с андроидом. Ой, это стирка, все-таки все. Весь настрой сбила, вообще-то как-то еще сложно сообразить. Есть просто подозрение, что у нас будет сегодня к вечеру гроза, потому что жара невыносимая. У нас всегда как жара, два дня, обязательно где-нибудь будет гроза. Добро пожаловать в пражскую правит-э-трущобную больницу. Чем я могу вам помочь? Эээ, ты женщина? Да. Я модель одной из последних серий Тиалекса женского типа. И, пожалуйста, не смотрите на меня так. Че смущаешься? Ты даже говоришь приятно и изящно. Мне еще не доводилось видеть таких андроидов, как ты. Влюбился. Мой коммуникационный модуль, самый совершенный в серии. Ух ты. Ну что ж, похоже, мне придется привыкать. Чем могу помочь? Какая милая андроидка. Так, почему свет мигает? Я заметил, что время от времени выключается свет. А потом вы как будто начинаете дрожать. Это из-за грозы и ц. Мы не подключены к сети. И время от времени отказывает генератор. Иногда даже мне приходится проводить перезарядку у синей стойки, которая находится за мной. Правда? Почему же я тогда ни разу не видел этого? Моей задачей является пребывание за регистрационным столом и обслуживание клиентов. И постоянная перезарядка отняла бы время. Значит, ты так и будешь так дрожать? Мне придется подождать до завтра, пока кто-нибудь меня не сменит. Так, я надеюсь, вы не слышите, как я тут обмахиваюсь. Может, в микрофон немножко попадает, но это невозможно просто жарище страшно. Так, как пройти в морг? Как мне попасть в морг? Конечно. Пройдите до конца регистрационного стола и войдите в коридор направо от него. В конце коридора есть лифт, который доставит вас в морг. Угу. Какая, слушайте, любезная. Мне показалось, или ты действительно оговорилась, когда приветствовала меня? Да. Это была ошибка в построении предложения. Извините. Погоди, андроиды не совершают таких ошибок? Вы же машина, роботы. Я посчитаю ваше замечание за ошибку. Вам нужно ее исправить. Ммм. Я так не думаю. Я не собираюсь извиняться перед андроидом. Особенно за то, что назвал его машиной или роботом. Радуйся, что я не назвал тебя грудой металлолома. Я андроид третьего поколения со встроенным коммуникационным модулем и симулятором эмоций в серии H5000. Я владею двадцатью языками и могу анализировать и воспроизводить человеческое мышление. Я не просто машина. И моя оговорка тому подтверждение. Эта больница не всегда была такой. Раньше все было по-другому. Тем не менее, я уважаю ваше решение и пока оставлю эту тему. Однако, а предложить ей помощь? Я мог бы сменить тебя на время, чтобы ты могла подзарядиться. Не похоже, чтобы кто-нибудь собирался сюда прийти. Никогда не знаешь наверняка, но спасибо. Я с радостью приму ваше предложение. А теперь нам, наверное, нужно прошмонать что-нибудь. Нет? Уже? Как быстро. Да. Подзарядка не занимает много времени. Еще раз спасибо. Заряда должно хватить на некоторое время. Господи, могла бы и сама отойти. Буквально секунду заняло терминал. На терминале не высвечивается информация. Он что, сломан? Терминал работает, но никто не загружал в него информацию в течение восьми лет. Ой. Ясно. Что же здесь все-таки случилось? Новое оборудование, хорошее здание. Похоже, его построили недавно. Но оно все равно обветшало и обвалилось. Как и все в этом квартале. Я сообщу вам все, что мне известно о здании. Если вам интересно, и рассказ обыкновенной машины не покажется вам скучным. Пожалуйста, сообщи мне только наиболее важные факты. Как пожелаете. Когда в 2037 году сместили границы, пражская правительственная больница оказалась здесь. Раньше она была ведущим учреждением своего рода. Но с тех пор дела идут плохо. Теперь все ясно. Спасибо и до свидания. Все отлично. Валим в морг, берем глаз и уходим. Коридор ведет в морг. Ой, у меня плохое предчувствие. Как-то здесь неприятно. Ну это морг, что ты хочешь. Кресло-каталка. Ой, у меня плохое отношение с креслами-каталками. Лучше я не буду присаживаться. Начиная... Надеюсь, мне никогда... Лучше я не... Начиная с Сайлент Хилла. Треть его. Я когда вижу их, сразу вспоминаю. Какой-то такой свободный доступ. Даже странно. Ух ты, блин, маньячина какая-то стоит. Эй, ты что? Смотрите, кровь везде. Офигеть. Привет. Мясник просто какой-то. Привет. Тебе что-то нужно? Спокойно такая. Хочется стрелочки. Я хотел поговорить с тобой. О чем? В чем заключается работа патолога-анатома? А что? Ты хочешь к нам присоединиться? Да нет, не очень. Но я интересуюсь медициной. А вот о патологии мало чего знаю. Это просто. Они приносят труп. Ты разрезаешь его на маленькие кусочки и вносишь их в каталог. И это все? Ну, да. Ладно. Слушай, это, возможно, покажется странным, но мне очень надо остаться здесь одному на некоторое время. Одному? Конечно. А зачем? Я действую по распоряжению вышестоящих инстанций. Больше я ничего не могу тебе сказать. Слушай, я не особо подозрительный, но каких таких инстанций? Ой-ой-ой, у меня плохой. Что это? Администрация больницы это вряд ли на самом деле. Потому что, смотрите, дела идут плохо, этот вообще какой-то странный. Пришел какой-то человек, да, к тебе? Ой, слушай, мне нужно у тебя в морге здесь потусить немного. А, да, конечно, оставайся, господи. Ну, попробуем, ладно. Я из полиции. А кто твой начальник? Мне нужен только номер. Не могу сказать. Раз с тобой нет андроидов, ты врешь. Если тебе правда что-то нужно, скажи имя и номер твоего начальника, или я вызову полицию. Это секретное дело. Как ты, наверное, заметил, я патологоанатом. У меня есть опыт в такого рода вещах. Имя и номер. Это стандартная процедура. Что бы придумать? Если ты не можешь назвать ни имя, ни номер, думаю, нам обоим лучше пойти в полицию. А, черт. Быстрее. После тебя. Ну вот. Про, про, про. Ну, так вот всегда и бывает. Сейчас нас грохнут. Эй, офицер! Не найдется свободной минутки? Какие-то проблемы, сэр? Да, я думаю, есть проблема. Я говорил, что это секретные сведения. Посмотрим. Этот человек из полиции? Конечно, да. Одну секунду. Я проверю номер вашей карты по базе данных. Неизвестная карта. Приплыли. Задержать неверно. Я надеюсь, это не была не последняя смерть без права. Вот, блин, а, вот нелогичные какие-то эти. Непонятно вообще, что отвечать. Может, я такая тупая, я не знаю. Ну, что это за чертовщина вообще? Администрация больницы, что за чушь? Эй. Привет. А, если бы была полиция, был бы шанс того, что... Слушай, одному я действую. Слушай, это приказ твой... Что? Проклятые андроиды. Я с ними поговорю. Ну, здесь что, могут шастать все, кому захочется? Ой, ну надо же. Ну, вот, блин, администрация больницы, ну, бы тоже удивилась, мне кажется, должен был, потому что то, что... Ой, я не знаю, короче, щебрет какой-то, блин. Ну, давай, давай, вали. Нам нужно вырезать голос одного из трубов. Жди здесь, пока я не вернусь. Конечно, я буду ждать. Конечно. Угу, конечно. Десять раз. Так, ладно. Пульт. Труп. Дождите, дождите. Бедняга. Как его разделали? Надеюсь, это десять... Так, ладно. Нет, я не буду осматривать больше покой. Поговорить? Нет уж. Вдруг я заговорюсь с ним, а он мне ответит. А, блин, как меня бесит наш главный герой. Ой, а чё ты не идёшь ты никуда? Проклятие, кажется, это ли... Эй! Он не может вернуться так скоро. Вот именно. Ой. Ой. Что? Где патологоанатом? Один из служащих сообщил о нарушителе. Нарушитель это вы. Вы будете задержаны. Подонок, я так и знала. Ага, подожди, у нас же есть этот эмпульт, эмпульт. Надо же, как интересно. Но я никуда не пойду. При необходимости придётся применить силу. Пульт. Тебе действительно придётся. Пульт. Эм... Я, может, чё-то не понимаю? Я так чувствую, знаете, что мы сейчас подохнем, и игра на этом закончится. Привет. Давайте поговорим. Я хотел... Это решает та железная кастрюля в приёмной. Ты не очень-то ладишь с андроидами, правда? Не очень-то ладишь, это ещё мягко сказано. Но они ведь такие... человечные. Точно. Они всегда жалуются, что все с ними плохо обращаются. А ещё они мстительны. А их больше, чем нас, людей. И они что-то замышляют против нас. Что? Вот, например, вчера. Одному из них не понравилось, как я с ним поздоровался. Он нажаловался тому, который сидит в приёмной. И вот, у меня ночная смена. Сожалею. Ты что-то сказал? Просто, что мне жаль, что так вышло. А, ну да. Что ты думаешь о больнице? Что ты имеешь в виду? Раньше это была лучшая больница в правительственном квартале. А теперь лучшая в трущобах. Я не вижу никакой разницы. Трупы все одинаковые. И ты не был против уйти из правительственной больницы, чтобы производить вскрытие трупов нищих? Что? Ты думаешь, я произвожу вскрытие нищих из трущоб? Ты что, не в своём уме? Я занимаюсь только теми, кого привозит полиция или правительство. Значит, по большому счёту, для тебя всё осталось как прежде. Нет, не совсем. Просто хотелось бы, чтобы Эндора прекратила меня на вещах. Эндора, значит. У меня тоже с ней свои счёты. Но я не хочу об этом говорить. Знаете что? Я так думаю, может быть, нам можно как-то заблокировать? То есть... Слушай. Одному. Я действую. Слушай. О! О! Нифига, блин. Слушайте. Ну, надо же, а. Я здесь по распоряжению Эндора. Проклятие. Почему вы так часто присылаете сюда своих? И почему не прислали того парня? И попридержи язык. Мои боссы чуют, что пахнет палёным. Я не смогу вечно выгораживать ваши грязные делишки. Ты называешь это грязными делишками? А как ещё мне это называть? Приходите. Вырезаете или разрушаете то, что вам надо. И уходите. По крайней мере, мог бы сразу сказать. Не ходя вокруг да около. Я пытался быть вежливым. Слушай. Оставь меня в покое. То, о чём мы договорились, выполнено так? Молодой парень. Он совершает одну ошибку и должен расплачиваться за неё. Окей, я скажу начальству. А теперь я бы хотел... Отлично. У тебя полчаса? Конечно, как и всегда. А может и в последний раз. Надеюсь. Прощай. Вот оно. Ну надо же. Ой, надо было сразу поговорить. Чуяла, чуяла моё сердце, что надо поболтать. Смотрите, он тоже вытирается, и мы будем тоже жарко. Потому что я сижу сейчас точно так же. Ещё бы чуть-чуть, и... Да-да-да, в двух параллельных реальностях было именно так. Они открываются при помощи пульта, но их здесь слишком много. Так, ладно. Как узнать? Ухренеть, скальпель. Скальпель может пригодиться. Слушайте, какая всё-таки сложная моментами игра. Ну такая неочевидная очень. И даже не то, что неочевидная, иногда нелогичная. Я это уже говорила, но это невозможно просто. Нет, я не буду осм... Нет уж. Вдруг я заговорю с ним, а он мне ответит. Хреново будет. Тут слишком много... И я даже не знаю, как... Нам надо наверх, что ли, подняться? Полчаса же у нас есть. Блин, жареща-то какая, а? Я буду жаловаться на жару, и уж извините, но это невозможно просто. Епять-епять. Ой. Где моя... обмахивалка великая? О, хорошо. Так, беги. Ричард. Смотрите-ка, он сам идёт. А, нет. Давай-ка, поболтаем с ней. Я могу что-то ещё для вас сделать. Да. Профессор Петренко. Мне нужна информация об одном из ваших пациентов. Его имя, сэр? Олег Владимирович Петренко. Профессор Петренко. Подождите, пожалуйста. Да, к нам поступал этот пациент. Точнее, его тело. Где я могу его найти? Мне очень жаль, но такую информацию мы можем предоставить только полиции. Да ладно. Я же вижу, что она у вас сейчас на мониторе. Извините, сэр. Если тебе потребуется ещё подзарядка, я готов подождать. Спасибо. Давай, вали, а мы сейчас прошманаем твой компьютер. Лучше я не буду их. А, чёрт. Не успела. Не за что. Так, ещё раз. Если тебе сейчас... Если сейчас это... Твою эту дивизию не успела. Думаю, мне... Давайте выйдем на улицу. Постоим под дождичком. Хоть там под дождичком постоим. А, хорошо. Возвращаемся. Идиотизм. Ну, а что поделать? Какая игра? Я могу. Если... Сейчас. Скотина. Думаю, мне... Не вижу, что... Что ты не видишь-то? О, нет. Давайте поболтаем. Что ты думаешь о патологоанатоме? Вы имеете в виду работника под номером М08763 доктора Патрика Культа? Да, именно его. Этот работник ужасно себя ведёт, но хорошо выполняет свою работу. Он часто грубит своим коллегам. Иногда его даже следовало бы за это наказывать. Почему, вы спрашиваете? Ну, я имел удовольствие с ним встретиться. Он... Понятно. Он должен научиться вежливо общаться с клиентами. Мне снова придётся наказать доктора Курта. Другого выбора нет. Ну, это совсем не обязательно. Нет. Это единственный выход. Спасибо, что сообщили об этом. Если тебе потребует... Спасибо. О, отлично. Давай, вали. Смотри. Гыстрее, пока андроид не вернулся. Здесь, ну, а как он до этого сказал то, что я же вижу, что у вас... Часть устраница с данными профессора до сих пор открыта. Олег Владимирович Петренко. Секция Морг-про-зекторская, ящик 3С. Всё. Отлично. Спасибо. Не за что. Всё. Думаю, мне пора. Всё, 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 бежим. Ох, что это ещё? Мне нравится, как он бегает. Так, тушь, тушь, как-то так, не знаю, реалистично бегает. Так, по-быстренькому берём код, вырезаем глаз и бежим. Невозможно. На самом деле, не очень люблю квесты, где... 3... Давай. Как здесь нажать-то? Окей. Это последнее пристанище одного из известнейших учёных нашего времени. Он выглядит таким спокойным и умиротворённым. Как будто знал, когда смерть придёт за ним и ждал. Не понимаю, зачем кому-то понадобилось его убивать. Разве он мог причинить кому-то... Я собираюсь резать его тело. От одной мысли пошла. Но у меня нет выбора. На карту поставлена моя жизнь. Я поврежу глаз, если будут... Осторожнее. Какая денность. Теперь глаз у меня. С первой попытки. А теперь пора убираться отсюда. Ты ящичек забринуть не хочешь? Какая дрянь. Ой, фу. Блин, вот неоднозначная какая-то игра. С одной стороны, мне очень нравится... Как бы сам мир. Вот атмосфера вот этого... Какой-то безнадёжности. Когда люди просто забиты в угол. Как крысы последние. И в то же время... Блин, здесь такие загадки дебильные. Не знаю. Так. Отлично. Ладно, давайте уходим. Сейчас сохранимся. От греха подальше. У меня уже всё. У меня после этой игры ещё... Больше паранойя. Усилится. Знаете что? Я так предлагаю... Наверное, нам туда, да? Ну да. Откроем сейчас все вот эти двери. Войдём там, куда нам надо. И на этом закончим серию. Потому что уже, мне кажется... Можно. В принципе, ещё отвлекали. Я сбилась со временем. Так, ладно. Бежим. Давай ещё раз. Так, глаз. Пожалуйста. Сканер не активирован. А, точно. Ладно. 5-2-5-0-5-1-5-3-5. Ой. А-а-а. Чёрт. 5-2-5-0-5-1-5-3-5. Всё отлично. У-у-у. А. Ну ладно, давайте здесь покопашемся. Лучше мне это не тр... Этот блок предохранителей, наверное, связан со всеми... Угу. На них какой-то неразборчивый... Ошибка соединения. На них как ошибка. Ну-ка, давай. Предохранитель можно заменить, надеюсь, трансформаторами в... Предохранитель, надеюсь... Чё сделать-то надо? Плохая идея. Да? А, во. Не знаю, что делать. Не? А чё тогда? Этот номер... Трата времени. Трата времени. Здесь не хватает одного предохранителя. Поэтому компьютеры и не работ... Угу. Сы несложены. Включить компьютер, а для этого нужно вставить предохранитель... Распределительный щит найти, и такое будет нелегко, придётся поспрашивать. Короче, блин, опять ходить спрашивать. Эээээ... Ну я думаю, мы будем этим заниматься как-нибудь потом. Потому что сейчас, в принципе, этим заниматься нет смысла. Уже... Уже Сирию пора завершить, я так думаю. А, сейчас только дойдём, спросим так по-быстренькому у Тома. Если он ответит, отлично. Если нет, ну и хрен-то с ним. Все-таки, блин, странная игра Мне кажется, она Какая-то недоработанная То есть Вот эта Что не открывается-то? Офигеть Ну ладно, с одной стороны, мне как бы Просто декорат сюжет Вот садом, а задумка, вот эта атмосфера Но при этом Меня просто вымораживают вот эти вот загадки Том Ну давай Неа, нифига Ему снится, что Нет, нифига Ну ладно, на этом тогда мы завершим Всем огромное спасибо за просмотр Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь Ставьте комментарии, оставляйте С вами была Севен, всего хорошего и пока-пока